Девчонки, всем привет огромные! В самом начале своего обзора хочу сообщить не по теме. Помните, мы с вами беседовали на тему прививок. Девчонки, там у нас были споры с вами, каждый высказывал свое мнение. Так вот, я наконец-то это сделала, девочки, я решилась, и я считаю, что я просто большой молодец. Первая прививка, я привелась модерна, американская версия вакцины. Сделала я это 4 часа назад. Пока состояние абсолютно нормальное, пока ничего я не испытываю, нигде ничего меня не беспокоит. Может быть, что-то будет позже. Кому интересно, я обязательно в своем видео сообщу. Если какая-то информация есть, интересует, напишите в комментах. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте, я обязательно всем отвечу. Следующая прививка, ребята, через 21-28 дней. Но врачи рекомендуют не раньше 21 дня. Должен быть вот этот вот промежуток. Делать нельзя раньше. И желательно попозже, как мне объяснили. Вот не бегите сразу через 21-22-23 дня, хотя это правило такое. Можно делать вторую. Желательно где-то вот через 26-27-28 дней. И не позже. Вот такие у меня лично новости. А мы с вами будем делать обзор. Заглянула на каналы и к Эдику, и к Самбелу. И так по порядку. Ну что, привез Эдик с Гульнас отца домой. Уже все дома. Я думаю, это давненько произошло. Но видео только сегодня посмотрела я. Думаю, вы не исключение. Отец там будет топить баньку. А наши герои быстренько к детям, к родителям. В село, в Белебейне поехали. Вот в селе у мамика. Что я услышала? Какие новости? Рассказали, как доехали. С дождями доехали, приехали. Гульнас все понравилось. Все было настолько для Гульнас красиво. А самое главное, это горы, девочки. У меня создалось впечатление, что женщина переезжает, потому что там горы. Я сейчас шучу, но это действительно вот так выглядит. Вот такие горы, вот я никогда не бывала в этих краях. Я никогда таких не видела. Гульнас, хотелось бы спросить, а где ты вообще бывала? Ты же кроме, по-моему, Башкирского края нигде не бывала. Хотя вы, зрители, у меня очень внимательные. Можете мне возразить, что она в свое время, очень давно, но работала проводником, покаталась где-то там. Об этом история умалчивает. Подробности мы не знаем, но вряд ли где-то она туристом, да, была, где-то смотрела какие-то города, какие-то достопримечательности. Я не думаю, уже немножечко, чуть-чуть, зная Гульнас. Она нигде в своей жизни не была. Летать, Эдик, сам боится, другим запрещает. В общем, горы, девочки, ради этого и переезжаем. Что хочу сказать? Да флаг вам в руки, ребят! Нам-то что, правда? Мы с вами просто бла-бла-бла во рту проветрили, фильм посмотрели, сопереживали героям своим. Вот как бы я сделала, а как бы вы сделали, что лучше, что хуже, высказывали свое мнение. И кажется, что они все-таки, все-таки присмотрели домик. Даже думается, девочки, мне, что именно тот домик, который они присмотрели, Эдик его не показывал. Вот где-то у меня такие мысли в голове сидят. Чтобы потом нас убить на повал, и чтобы мы потом кричали все «Браво!» Ух ты! Вот это класс! Может быть, интригу сохраняют. Ребят, мамик высказалась, кстати. Эдик позадавал вопросы. Мамик сказала, я абсолютно не против, пусть они едут. Я бы сама поехала, сказала Амина. Почему и нет? Телефоны есть, ради бога, будем созваниваться. Пусть едут куда хотят. Вот, мы только умываем руки. Если маме с папой на старости лет помощь детей не нужна, если мама не страдает от того, что не будет видеть своего ребенка, я имею в виду Гульнас, своих внучек, дорогих, золотых, горячо любимых, какие-то теперь очень длительные, долгие промежутки времени, ей все равно, ради бога, опять же повторю фразу, нам-то что, какая разница, и флаг им всем в руки. Главное, чтобы им нравилось, чтобы все сложилось, как они хотят, и чтобы люди потом не пожалели, что сделали такой серьезный шаг, решились на него, а там что-то не так. Так, пусть все понравится, и эта семья будет счастливой. Пока интрига, ребят, все держат все в секрете, но главное, я продолжу уже, что увидела на канале у Самвела. Все-таки Севка продал этот вентилятор, мамка заработала лишних 300 гривен, ура! Я думаю, Васильевна, рада, несказанно. Слава богу, девочки, 400, объявил Самвел, стоит вентилятор новый, за 300 они продали, мне кажется, очень хорошая сделка. Молодой человек, Валентин, которого зовут, вот так же, как первого мужа Татьяны Васильевны, пришел прямо в квартиру, с квартиры забрал, бабуся денюжки получила, настроение у всех великолепное, пусик получил свою дозу антибиотиков, все замечательно. Итак, самое горяченькое, на чем я хочу остановиться, ребят, что я услышала? Эдичка. Звонил Эдичка Самвелке, хочет с ним серьезно поговорить. Самвел говорит, у меня были друзья в гостях, я не смог. Вот это, кстати, тоже, мне всегда в людях, так зачастую делают, очень странная черта характера. Звонит человек, допустим, друг твой, близкий, родной человек, брат твой, сестра, неважно кто. Я не буду трубку брать, потому что у меня гость. Но вот этого я никогда не понимала. В чем сложность поднять трубку, сказать 10 слов, сказать, Эдик, если у тебя что-то срочное, я тебе перезвоню там через час-два. Если нет, давай завтра созвонимся в такое-то время. Почему не ответить человеку? Вот я никогда не понимаю и считаю какое-то неуважение, пренебрежительное отношение ко мне, если бы я вот так звонила, а меня, знаете, бортанули, отключили, отбили или не взяли трубку. Ну, девочки, я лично так никогда себя не веду, и мне очень не нравится. Я даже немножко где-то, знаете, обижаюсь, когда вот отбиваются люди. Подними трубку, скажи, я очень занята. Перезвоню через час или перезвоню через 20 минут, или завтра только смогу уделить вам время. Ну, мне кажется, вот это правильно. Уважить человека, показать, что человек тебе не безразличен. Здесь отношения между братьями знаем какие. Самвел с легкостью отбивает Эдика. Ничего страшного не произойдет. Хотя, мне кажется, девочки, что звонок Эдика Самвелу уже предполагает суть этого звонка. Самвел догадывается, почему звонит Эдик. Они же не созваниваются так, как Эдик с мамкой. Так часто, я хочу сказать, да? Когда там Эдик может позвонить, и то, когда есть причина на это очень весомая. Я думаю, Самвел догадался, в чем проблема, почему Эдичка вдруг стал наяривать. Пришел вот здесь, вот уже в квартире у мамы Самвел, и мамка девочки вот 35 раз сказала, Эдичка хотел поговорить. Вот он хочет тебе что-то сказать. Вот хочет что-то сказать. Ну, так что, дом покупают? Нет. Самвел тоже интересуется. Понятное дело, ему интересно. Он хочет узнать новости, потому что уже приехал брат. Конечно же, что-то решено. Не знаю. Так а что? Вы же разговаривали. Посмотрел на телефоне. 8 минут разговора. Да мы трошки так побалакали. Трошки. 8 минут. Девочки, за 8 минут можно всю жизнь рассказать. Ну, как для меня. Мы трошки побалакали. Наверное, это от того. Завезли до дому. От того. Имеется ввиду. Решалуйся, да? Не знаю я. Врет. Конечно же, мать врет. Мать знает все. Эдичка все рассказала. Ребят, со стопроцентной уверенностью я говорю сейчас вам, даже утверждаю, что Васильевна знает, как там дела обстоят с покупкой дома. Но Эдик дал указание. Значит, ничего на камеру при Самвеле не говорить. Чтобы зрители не услышали эту главную новость. И чтобы интрига не сорвалась. Потому что всегда все сливки достаются Самвелу. Самвел с длинным языком своим. Мамка такая же. Разбалаболит всегда новости, которые Эдичка держит в секрете. И хочет потом как бы тоже, да, девочки, сорвать контент. Все-таки побольше просмотров набрать. Я его прекрасно понимаю в этом. И дал указание. Маме рот на замок. Ничего Самвелу не рассказывать. Мамка, молодец. Закрыла ротик, ключик выбросила. Ничего Севке не сказала. Уверена, Самвел знает, о чем пойдет речь. Ну, так как там? Кто там? Поклонницы Эдичкины. Помните, девочки, какие споры у нас были на канале? Боже мой, и у Самвела. У Самвела там вообще такое творилось. Когда говорили зрители, когда же ты, Эдик, отдашь долг Самвелу? А я хочу поехать, руку пожать, обнять брата, поблагодарить. Я отдам, 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 отдам. Уже больше двух лет звучит отдам. Думаю, теперь будет еще. Дай, дай. Еще дай денег на дом. Видать, не хватает. Скорее всего, там Эдичка развернулся. Да, не шуточно, ребят, там, наверное, дворец какой-то хочет прикупить. Ну, может, денег не хватает. Кому обратимся? Конечно же, к Самвелке. Он же по мамкиному определению лох. Вы все помните? Поэтому забашляет, быстренько отлистает зеленушечки. Поэтому, Эдик говорил неуверенно, сидя в доме у мамика в селе. Ну, мы еще посмотрим, подумаем. У него еще не было гарантий ответа Самвела, что да, Эдик, я тебе займу денег. Вот он получит ответ, да, положительный. Я уверена, что наш Самвелка лох. Хотя я не считаю его лохом, Самвела. Не считаю, девочки. Вот как угодно говорю честно свое мнение. Но мамка так нарекла своего младшенького сыночка, который пашет, везде зарабатывает. И за счет кого живет вся родына. Отлистает Самвелка денюжек. Вот тогда, возможно, Эдик нам все секреты и откроет, ребята. Как там, помните, мамка говорила? Дай-дай уехал в Китай. Дай, Эдичка, дай-дай мы, зрители, тебе говорим. Уехал в Китай, еще не вернулся. Ты еще долг, Севки, не вернул, а уже руку протягиваешь за следующей порцией. Не стыдно тебе, нет? Думаю, не стыдно. Думаю, сейчас чувства воспылают, вспомнится родство. Так вы же братья, братушка. Помните, девочки? Ты ж ты, братушка, братушке надо помочь. Шо ж ты всем чужим помогаешь? И Коля на твоей шее сидит. И всем ты все покупаешь, и деньги даешь. А это ж родная кровь. Не сомневаюсь ни на мгновение. Эдик деньги получит. Ну, такой у нас Самвелка. Самый плохой. Лох. Ребят, я, конечно же, не против. Такая же помогла бы родной сестре, родному брату, двоюродным. Если нужда в этом есть, если человек не родной, не чужой, стоящий, проверенный, обязательно мы все это делаем. Помогаем друг другу. Я в этом уверена. И у вас тоже такие ситуации в жизни были. Но вот само отношение, хоть мамки к Самвелу, хоть Эдика к Самвелу, мне абсолютно не нравится. Вспоминают про Севку только в одном случае, когда денежка нужна. А в другой ситуации нет. Когда человек болеет, когда оперируется, никто не позвонит, не поддержит, не скажет слова какие-то добрые. Да? Не просто позвонит, спросить, как здоровье, а как ты там. Вот поддерживать вот эти связи, родственные отношения двух родных братьев. Этого и в помине нет. А нет, вспомнили про Севку. Денежка нужна. Напишите все в комментариях, девочки. И не стесняйтесь, что вы об этом думаете. Пока. До следующих обзоров. Субтитры сделал DimaTorzok